Добро пожаловать на второе видео сегодняшнего дня, с первого дня чемпионата мира по дзюдо, который проходит в столице Венгрии, в Будапеште. И спешу вам сообщить нового чемпиона мира в весе до 60 килограмм. Это спортсмен, представляющий Российскую Федерацию дзюдо, грузин Аджарец, это Ягу Абуладзе. Ягу Абуладзе, по мнению многих, был фаворитом. Я тоже в своем превью сказал, что Ягу точно уедет с медалью, а когда я увидел, что Нагаяма в третьем раунде вылетел от спортсмена из Азербайджана, от Хусейнова, я понял, что сегодня, скорее всего, чемпионом мира уйдет Ягу Абуладзе, потому что этот парень очень хорош, его стиль борьбы просто прекрасен. Его навыки в партере, как акула в воде, он очень четко и хорошо себя чувствует. В партере его переводы, как вот сейчас, в третьем раунде против Айбека Оулу из Киргизстана, это его коронный перевод. Он этим переводом в прошлом году чуть было не выиграл Нагаяму в паре на парижском турнире Большого Шлема. А сегодня этот перевод в партере помог Ягу стать чемпионом мира, просто не верится в это, молодой парень стал чемпионом мира этого года. Просто прекрасный результат для него, для его тренеров, для его родственников, для всех, кто его поддерживает по всему миру. А поддержка у него не только в стране, в которой он представляет, не только в России его поддерживают, но и в Грузии, потому что он является грузином, как я и ранее упоминал, аджарец. Имеет он необычный стиль борьбы, как по мне. Очень сильный, конечно, захват сверху, как он полагается ошколить зудок, который он представляет. Третий раунд против Айбека Оулу был очень серьезным, тяжелым для амбулации, и он его выиграл благодаря одному в Азаре, заработанному в партере. Здесь он тоже пытается переместить, как вы видите. И он держит. Дальше он проходит в четверть финала, где его ждал Янислав Ерчев из Болгарии. Часто этот парень борется. Имеет неплохую позицию в международном рейтинге дзюдо. На Европе также боролся. Ну, для Яго встреча против Герчева была, на самом деле, скажем так, легкой по сравнению с предыдущими всеми. На самом деле, легких встреч, конечно же, не бывает. Ну, просто эта встреча закончилась довольно-таки быстро. Здесь Яго хорошо занял позицию, грамотно, четко сработал, он сработал в Азаре. Здесь Герчев пытался прогиб сделать, и Яго просто, как он смог здесь устоять? Без оценки. И далее полуфинал против Казаха Шамшадина, который хорошую борьбу сегодня показал. И мало кто, я думаю, представлял себе, что этот парень дойдет до полуфинала. А там и за бронзу даже он боролся, но, к сожалению, он проиграл за бронзу. Ну, это очень хороший опыт для него. В этом году он показал хорошую борьбу. Дальше больше, я думаю, будем ждать от него хороших результатов. Перевод от Яго, как обычно. И здесь бросок, почти была оценка, но почти не считается. Не было оценки там. Перед этим оценку заработал Яго в партере. И здесь тоже перевод. Хорошую позицию занял, удержал и заработал в трое в Азаре, что позволило ему стать чемпионом мира. Здесь какое-то недопонимание в конце было у спортсменов. Но все, решили, руки пожали в конце. Все хорошо, все как нужно. В стиле дзюдо. И финал против Гусмана Киргизбаева. Я также ждал от Киргизбаева медали, потому что в прошлый чемпионат мира он боролся за тройку со Сметовым, проиграл, но борьбу хорошую показал. И здесь он тоже занял второе место. Серебро. Про него видео тоже выйдет позже. Поздравляем Киргизбаева. Это хороший для него результат. Здесь Яго зарабатывает в Азаре первое. Сейчас судья после повтора. Просмотра повтора покажет в Азаре, да. Первое в Азаре для Яго. И вот заход на заднюю подножку. Крутится, вертится и все-таки до конца дорабатывает Яго Абаладзе, друзья. И становится чемпионом мира 2021. Поздравляем грузинок, который представляет Российскую Федерацию дзюдо. Это суперрезультат. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok